Если мужчина сильно привязан к личному счастью, он постоянно думает о женщинах, бредит этим, то его судьба очень тяжелая. Это означает, что он может спиться, потому что пьянство означает бесконтрольное половое желание прежде всего. Это жар психики, он заставляет мужчину выпивать, потому что он не может расслабиться. То есть для мужчины это большая проблема, сильная привязанность к женщине. Если мужчина начинает гулять, он тоже теряет себя. Здесь нет необходимости сильно диагностировать его судьбу. То есть мужчина должен учиться контролировать все половые желания. И тогда он становится более красивым, развитым, получает лучше жену и лучше удовлетворяет даже свои желания, если он его научился контролировать. Даже все половые расстройства у мужчин это всего лишь бесконтрольное половое желание. Импотенция, преждевременная потеря семени. Все это означает бесконтрольное половое желание. Мужчина сильно хочет полового отношения, и поэтому он теряет силу, как мужчина, становится слабым. И женщинам, конечно, такие мужчины не нравятся. То есть женщине вообще не нравится, когда мужчина смотрит на женщин слишком сильно, и когда он ведет себя очень привязанно к ней же самой. Ну то есть женщина не уважает мужчину, если он сильно привязан к ней и зависит психически от нее. Поэтому мужчине важно зависеть от своего долга, повреждать свою судьбу и не зависеть от женщины. А вот женщине зависеть от мужчины хорошо. Если женщина зависит от мужа, это хорошо. Она становится верной, послушной и так далее, и развивается хорошо как личность. А мужчина должен зависеть от победы над судьбой и от Бога. Но если мужчина зависит от женщины, а женщина зависит от своей работы, тогда семья поворачивается спять. Женщина становится грубой, насилие совершает на мужчину. Мужчина умнижается, становится ленивым, несчастным, замученным. Муля, не нервируй меня, да, как в фильме. Классика советского кино. Такая женщина такая. И мужчина такой. Судьба мужчины соткана из аскезы. Если он не совершает аскезы, не делает зарядку, упражнения, там, гантели, волейбол, спорт, то он просто становится слабым и несчастным человеком. Поэтому для каждого мужчины важно движение. Для каждого мужчины. Для женщины тоже важно движение. Но не так сильно, как для мужчины. Если женщина без движения еще как-то живет нормально, если она имеет подружек, творчество какое-то, она может как-то быть здоровой более-менее. То мужчина без активности физической становится просто больным, несчастным человеком. Потому что это единственный способ для него отдыхать. Это аскеза. Закаливание, бег, там, гантели, борьба. Чего, что угодно. Кому чего подходит. Если мужчина побеждает себя, он становится счастливым. Побеждать себя означает научиться трудиться не для денег, а для того, чтобы трудиться. Научиться уважать людей. Научиться аскезы совершать. Мужчина постоянно должен совершать аскезы. Должен делать вызов в своей жизни. Женщина должна стремиться к гармонии, комфорту. Но при этом она должна знать, что лень это сильный недостаток ее психики. И она должна все равно стараться заставлять себя двигаться, иначе она будет больным человеком. Для женщин очень важен пост. Потому что женщины, они поправляются из-за лени. И поэтому нужен пост и также движение. Мужчине очень важно движение. Пост не столько важен, сколько регуляция питания. Не нужно просто объедаться на ночь. Также нельзя передать утром, перед работой. Это тоже разрушает здоровье. Лучше всего днем побольше есть. Мужчина может ест много. Это не портит его здоровье. Но в обед. Женщине лучше не есть много. Лучше есть понемножку, часто. Потому что ее психика не предназначена для плотного питания. Так я вам рассказал в целом. Вот вы родились в таком-то теле. Если вы мужчина и решили отсидеться дома, значит вы не будете счастливы. Ваша цель это борьба с собой. Если вы женщина и решили посвятить себя деятельности, а не семье, вы не будете счастливы, потому что тело не позволит. Запомнили свою судьбу в этом плане? Теперь двигаемся дальше. Каждый человек получает свою судьбу с самого детства. И когда с самого детства Бог человеку показывает свою судьбу. Его судьбу. Если, допустим, родители ругаются с детства, плохо себя ведут, это значит, что у вас тяжелая семейная судьба. Если вам с детства очень тяжело, дается обучение, допустим, и в коллективе детском вы чувствуете себя тяжело, изгоем, это значит, что у вас тяжелая судьба в деятельности. Ну то есть потом это все повторяется в жизни. То есть нет такого, чтобы у меня в детстве было все плохо, родители там плохо себя вели, а потом у меня все было хорошо в личной жизни. Тяжелая судьба значит тяжелая судьба. У кого хорошая, у кого плохая. Но бывают тяжелые периоды. Допустим, в детстве прошел тяжелый период, начался хороший период. Это не значит, что все детство будут плохие отношения у родителей. Приходит хороший период, и наступают хорошие отношения. Это значит, что у тебя просто был плохой период. На тебя сильно влияют периоды. Если у тебя в взрослом возрасте будет плохой период, тоже могут быть проблемы с семьей. Так можно диагностировать это. У человека есть определенный характер с рождения. Это судьба. Некоторые говорят, как поменять свой характер. Характер поменять невозможно. Его можно только загасить. Вот как свеча, допустим, она горит, или горит, или не горит. Но можно сделать огонь чище. Загасить. Или сделать меньше, или чище. Есть две характеристики. Есть сила, есть качество. Допустим, у вас природная обидчивость с рождения. Значит, вы всю жизнь будете обидчивы. Но вы можете, занимаясь работой над собой, загасить эту обидчивость. Сделать ее слабее. Но не убрать. Понимаете, человек не может избавиться от своего характера. Характер дан как наказание. И это на всю жизнь. Но иногда человек становится развитым, и он сдерживает свой характер. И женщина, и мужчина не имеют значения. Но женщине свой характер сдерживать тяжелее, чем мужчине. Она может его скрывать. У женщины так устроена психика, что ей легко скрывать свой характер. А мужчина не может. Смотрите, у мужчины очень большая проблема – это его привычки. А у женщины проблема характера. Поэтому женщина должна мужчину выбирать по привычкам. Потому что избавиться от привычек у мужчины очень сложно. Его образ жизни. Он закован в этот образ жизни. А женщина закован в свой характер. Изменить образ жизни ей вот так вот. Там бросить курить, пить, там стать совсем другой, святой стать. Вот так вот. Начать другой образ жизни. Легко. Но характер, понимаешь, что такое характер? Это черты характера. Обидчивость, ранимость, там, и так далее. Женщине поменять очень сложно. Мужчине легко поменять свой характер. Но привычки поменять очень сложно. Поэтому женщина выбирает мужа по привычкам, а мужчина жену по характеру. И мужчина всегда в отношениях скрывает свои привычки, а женщина скрывает свой характер. Поэтому нужно ждать. Есть определенные вещи, которые вскрывают. Например, если вы пойдете в поход вместе или куда-то поедете на отдых, там все скроется. Дальше, если мужчина ест, допустим, вы можете увидеть его характер. Или женщина, когда на день рождения там радуется, тоже вы можете увидеть ее характер. Характер скрывается, когда человек открывается как личность, начинает что-то делать. Надо наблюдать за характером, потянете вы или нет. Я сейчас вам говорю не о каких-то сложных вещах. Понимаете, диагностика судьбы не означает, что пришел дядя такой с колпаком, такие звезды там нарисованы. Мать вам что-то сказал, и во все сбылось. Чаще бывает наоборот. Когда человек в чудеса верит, он Джина все-таки находит своего из лампы и говорит, я хочу, чтобы у меня все было, у меня все было. У тебя все было. Чем больше человек что-то хочет, тем меньше он получает. Так устроена судьба. Итак, события с детства. Знаете, что всегда в человеческой судьбе люди уходят из жизни часто пачками, родственники. Есть такой период в нашей жизни, когда много смертей подряд идут. Не думайте, что кто-то проклял вас в это время. Так устроена судьба. В это время вам самим будет нехорошо жить. То есть, когда уходят близкие люди, общая энергия счастья снижается, в отношении. И человек поэтому страдает, и на фоне этого уходит близкий человек какой-то. Часто несколько. Может и один уйти, когда снижается у вас энергетика психическая. Следует знать, что человек чаще всего не может согласиться с тем, что у него трудная судьба. Например, если родители ругались, и ты тоже потом ругаешься в личной жизни, надо согласиться, что у тебя трудная судьба в личной жизни. Это очень важно согласиться, потому что, если ты это знаешь, ты ведешь себя осторожнее с близким человеком. Права ему не качаешь. Некоторые люди не знают своей силы. Вот, например, некоторые люди не знают, что у него очень большая сила испортить близкого человека, ранить его. Много очень силы бывает у человека. Это означает плохая семейная карма. Некоторые люди в половых отношениях ранят близкого человека. Тоже плохая судьба. Но они при этом не понимают этого. Но если вы один раз увидели, второй раз увидели, что так произошло, третий раз не надо экспериментировать. Поймите, что у вас тяжелая судьба, и будьте осторожны с человеком в том, в чем вы его поломали. Вот, например, девушка, вы можете ломать мужиков своим желанием, своей принципиальностью, понимаете? У вас очень сильная принципиальность. Она рушит вашу личную жизнь. Вам больше не надо быть принципиальной никогда и ни с кем в личных отношениях. Уступайте. Иначе потеряете человека. Вы уже это себе доказали два раза. Так можно проверить свою судьбу. Она не меняется дальше в жизни. Будет то же самое потом. Еще важно знать, что всегда в жизни человеку Бог дает две стороны одной медали. Ну, допустим, вам понравился мужчина, вам хочется высокий и красивый, да? Вы получаете высокого и некрасивого, или красивого, но невысокого. Но если вы получили высокого и некрасивого, и вы чувствуете, что он некрасивый, и вас это не устраивает, тогда в следующий раз вы получите невысокого и красивого, а красивого, но невысокого. Понимаете? И так будет всегда. Если вы второго человека после первого получаете, он будет противоположностью первого. Например, если вы получили строгого мужа и очень сильного, но грубого, который вас мучает, и вы не согласны, вы его бросаете, то Бог вам дает дальше слабого, доброго и ленивого. Не думайте, что он будет слабый, добрый и трудолюбивый. Люди часто хотят того, чего не бывает, понимаете? Потому что не пытайтесь найти святого человека. Это святой человек. Он и сильный, и добрый одновременно. Он и расслабленный, и трудолюбивый, понимаете? Он и нежный, и строгий. Это признак святого личности. А святые личности, они обычно не женятся, живут в монастыре. Поэтому не рассчитывайте на это. Невозможно найти святого человека в личной жизни. Каждый человек, кто хочет жениться, это не святой человек. Это значит, что будет страдание обязательно. Итак, если вы кого-то бросили, знайте, что вы наказаны обязательно. Некоторые люди думают, что я себе нашел, что у меня нет наказания. Это тоже наказание. Если вы кого-то себе нашли, начинается жаркая любовь сначала, потом вас человек бросает. Если не можете никого найти, раскаивайтесь, найдете. Но надо очень сильно понять всем людям сейчас, которые сидят в этом зале, что то, что у нас 80% разводов, это не признак тяжелой семейной судьбы. Это признак невоспитанности в личных отношениях. У нас нет никакого образования о том, как терпеть лилийского человека, как верить в свою семью, как не бросать и так далее. Вот в Индии, допустим, там 1% разводов всего, а у нас 80%. И там тоже люди страдают от личной жизни, как и здесь. Но они при этом терпят, верят, стараются, молятся и так далее. У них другой подход совсем к жизни. Это значит, что они более образованы в личной жизни, чем мы. У них с детства правильное воспитание. Женщины с детства восточные очень уважают мужчин, относятся к ним очень уважительно. Когда мужчина говорит, женщина молчит восточная. И западная женщина говорит, потому что она дура. Что, у нее нет своего мнения? Нет, она как раз не дура. Если женщина считает себя умной, значит она умная. Понимаете, так устроено у женской психики? Потому что у женщины очень сильный ум, и она и путает его с разумом. Она думает, если она все знает и говорит мужу постоянно все, значит она умная. Нет, умная женщина молчит. И таким образом завоевывает уважение у мужа. Разумная женщина молчит. И когда он спрашивает, она мягко и деликатно говорит ему свое мнение. И он прислушивается к ней, потому что он уважает ее за ее молчание. А разумная женщина всегда достигает своего в отношениях с мужчиной. А глупая женщина всегда его беспокоит и ругается с ним. И своего никогда не достигает. На востоке женщины учат быть разумными. А на западе учат быть умными. И это создает проблемы. Мужчина на востоке, он очень деликатно относится к женщине. А здесь грубо люди относятся, мужчины, к женщине. На востоке вообще люди защищают женщин всегда. Любую женщину, старую, молодую, очень сильная защита от общества идет. А здесь никто не защищает. И так далее. Видите, невоспитанность личной жизни создает плохую судьбу. Это не то, что нам не повезло. Мы просто не знаем, как правильно. У нас нет воспитания. Сейчас очень сильно идет большой крен в понимании важности судьбы в жизни человека. Примерно 50% действует судьба, а 50% незнание, как правильно жить. Но мы считаем, что судьба это все 80% или 90%. Понимаете, если человек умеет правильно жить, судьба его становится намного лучше. И вот к этому надо стремиться. Следует знать, тем не менее, что у каждого человека есть астрологические периоды в жизни. Как бы я ни ругал астрологию, астрология означает наука о судьбе. То есть существуют периоды. И каждый период, большой период жизни длится не менее 7 лет, а часто и 20. То есть большой период означает, что вот жизнь у тебя будет вот так идти. Весь этот период, а потом резко, неожиданно, как будто ты заново начинаешь жить. У тебя другая жизнь пошла. И это означает, сменился период. Он тоже в нем бесконечно будет. Потом опять жизнь сменится. И так где-то 6-5-6 раз в течение жизни человека сменяются большие периоды. Вот ради этого стоит ходить к астрологу и узнать, какой у меня сейчас большой период идет. Сильной ошибки не будет, потому что там дата рождения, ну как бы и важно, конечно, секунды рождения. Но когда определяют период, может быть, минуты важны уже. И ты, в принципе, более-менее точно определяешь. Вот это астрологи могут сказать. Какой у тебя сейчас период идет и что он тебе дает, чтобы готовиться, ну примерно когда он закончится. Период меняется вот так, в секунду. Ну то есть наступает другой период, это несколько минут всего переход от одного периода в другой длится. Я это на себя ощущал. Я могу определить, как меняется период, я это вижу. И по смене периода большого я определил точно дату своего рождения, до секунд. Да, то есть основная планета влияет какая-то на человека. Может, Сатурн влияет, значит, будет такая трудовая и тяжелая жизнь. Когда плохо Сатурн влияет, человек становится ослабленным, болезненным. Хорошо Сатурн влияет, человек становится сильным, выносливым. Но все равно Сатурн означает трудовая и тяжелая жизнь. Солнце означает, человек будет иметь отношение с властями сильные, и значит, у него будет он со своим чувством собственного достоинства будет сражаться. Если у него сильное Солнце, значит, ему подъем будет, чувство собственного достоинства даст ему успех в жизни. Слабое Солнце означает, наоборот, его будут все мучить в этот период и делать достойным. Марс означает сила воли. И когда период Марса человек, ну, если неправильные волевые поступки совершает, страдает, а если правильно, наоборот, сильно развивается. Период Меркурия означает отношения, общения. В этот период человека очень сильно увеличивается судьба, связанная с отношениями. Неправильные поступки дают сильный результат, и правильные дают сильный результат. Иногда хорошо влияет Меркурий, человеку больше можно правильных поступков совершать, а иногда в общении, а иногда наоборот. И поэтому человеку больше трудностей в общении становится. Период раху означает будет беспредел, или вы будете бороться с беспределом. Например, врачи, они в период раху лучше лечат людей, потому что они особенно хирурги. Этот период для них благоприятный, чтобы лечить периодические заболевания. Ну то есть нет плохих периодов, просто есть с нашей, с прошлой судьбы плохая судьба по этому периоду, понимаете. Все периоды хорошие, но бывает у нас личная судьба плохая по этому периоду. Мы не справились до этого с ним, с этим периодом, и за это теперь страдаем. То же самое отношение ко с самого времени. Допустим, если вы родились с 12 ночи до 12 утра, это значит, что вы в прошлой жизни старались вставать рано, ложиться рано, кушать вовремя и делать все правильно по времени. И это значит, что вы рождены с 12 ночи до 12 утра. И вам легко рано вставать в этом случае. Но если вы рождены с 12 дня до 12 ночи, это значит, что вам тяжелее вставать. И это значит, что вы нарушали режим дня в прошлой жизни. Понимаете, то есть есть уже вещи, которые определены с самого рождения. И нет жаворонков и сов, есть просто орлы и орлицы. Понимаете, если ты как орел относишься к времени, то имей в виду, что может быть все не так, как ты хочешь. И совы, и жаворонки все должны вставать рано и ложиться рано. Некоторые говорят, мне не судьба рано ложиться спать. Нет, тебе просто тяжелее, и ты должен это делать по-любому. Иначе будешь болеть. Некоторые говорят, мне не судьба не гулять. Нет, просто Бог тебе дал такую психику, что тебе хочется гулять. Но это не значит, что тебе позволено. Некоторые говорят, мне не судьба родить ребенка. Нет, это просто у тебя очень слабые возможности зачинать и рожать. Но каждая женщина может зачать и родить, если у ней все, органы на месте. Понимаете, а если нет? Она может взять на воспитание, это будет ее собственный ребенок. Некоторые женщины, они глупят. Они пытаются все родить и родить много лет. Вы возьмите на воспитание ребенка, пускай это будет ваш ребенок. Бог сразу вам даст, если вы смиренны к судьбе. А потом, как только вы взяли ребенка, у вас начинают гормоны работать хорошо и легче зачать. Примерно в два раза легче зачать женщине ребенка, если у ней уже есть маленький ребенок, свой или чужой, как она думает. Но когда вы воспитываете ребенка, это ваш ребенок становится родной. Понимаете? Само по себе вынашивание ребенка и похожесть на меня не означает родство. Родство означает, сколько вы вложили сил в близкие отношения. Вы же считаете родным мужа, правда? Вам не обязательно его зачинать, чтобы с ним жить. Точно так же и ребенок, если он с детства вами воспитан, это ваш родной ребенок. Но люди по глупости считают его чужим, несмотря на то, что в него вложились. Но ребенок говорит, мама, ты родная, я точно знаю, а та, которая меня бросила, это не моя родная мама. И это правда. Поэтому не придавайте большого значения, именно из вас появился человек или нет. Придавайте значение вашему желанию его воспитывать, растить, развивать. Если женщина не может зачать ребенка, то нужно делать две вещи. Первое. Здоровый образ жизни означает пробежки, статические упражнения и пост. Больше контакта с природой. Больше овощей, которые растут над землей. Больше молока. Это те продукты, которые помогают зачать женщине. И надо знать, что если у вас батарейки будут разряжены, вы не зачнете ребенка. После 35 лет все бесплодные женщины, у них просто не хватает здорового образа жизни, чтобы зачать. Они мучают свои органы половые, гормонами там и всякими разными схемами лечебными. Это все бред. Понимаете, если у ребенка рот закрыт, вы хоть как изгаляйтесь, вы его не накормите. Понимаете, организм, если он не готов получать энергию лечения, значит его надо зарядить. Батарейки разряжены, не будет зачатия. Поэтому женщины, 80-90% женщины бесплодны от того, что у них гиподинамия. Надо начать бегать, начать плавать, с водой больше контактировать, с землей. Зелень есть больше, овощи, которые растут на земле, кабачки, тыква, патиссоны. Вот. Молочного больше есть. И меньше всякую дребедень есть, типа шоколада там и мармелада. И у вас получится зачатие. Мужчины чаще всего нет зачатия бесплодия от того, что у него перегреваются половые органы. Это от лишнего желания секса и от суеты. Мужчине, чтобы зачать, поэтому нужно есть сырые корни. Именно корни увеличивают мужскую силу зачать. Женьшень, корень, сильно помогает в этом плане. Мужчина должен знать, что если он тоже начинает больше двигаться и больше есть сырой пищи, корней особенно, корень означает свекла, морковь, сельдерей, то у него возрастает возможность зачать. И нужно также держать салибат. Потому что если мужчина часто сексом занимается, у него теряется сила семени. В ведах описано, что мудрецы, они такую силу семени имели, что они могли просто семя отдать женщине. И просто соприкосновение этого семени с ее организмом, ну понятно какое, не то что там на голову попало. Соприкосновение семени с ее организмом в любой период цикла, какой бы ни был, создает зачатие. Сильное семя может лежать внутри женщины до тех пор, пока не приходит время. И происходит зачатие. Но слабое семя, тогда хоть тонна, как бы ее будет, все равно ничего не будет. Понимаете, слабое семя означает мужчина безвольный, слабый по характеру. У него очень беспокойный ум, ему жар постоянный в теле. Может быть слишком много пьет, тоже жар, выпивка увеличивает в теле. Нужно охлаждать организм мужчине для того, чтобы зачать, чаще всего. Иногда мужчина гиподинамичный, у него семя вообще еле двигается. Это значит, что ему надо двигаться больше, движение. В любом случае, мужчине надо для зачатия больше движения женщине. Следует знать, что главным способом диагностики судьбы является сердце человека. Так как судьба находится вот здесь, поэтому и понять ее можно только здесь. Если вы чувствуете в сердце постоянно, допустим, в течение дня, в течение недели хорошо и спокойно, значит, у вас идет хороший период в жизни. Если, допустим, кто-то вас дергает, вот сегодня у меня был напряженный день. Неожиданно в какой-то момент началось напряжение, потом оно закончилось. Это влияние на всех. Где-то, я думаю, начиная с 12 часов до 4-5 часов дня сегодня было сильное напряжение. Поднимите руку у кого. Видите, это означает общее влияние на людей. То есть бывают плохие просто периоды, связанные с планетами. Они просто влияют на людей плохо, и все люди с ума сходят одновременно. Это называется тяжелый день. Но бывает в тяжелые дни кому-то нормально. Это не то, что у всех обязательно он будет тяжелый. У многих людей будет тяжелый. Есть такие дни, которые всегда для всех тяжелые. Это связано с Луной, потому что Луна влияет на сильное настроение людей. Причем так влияет, что у женщин каждый день меняется настроение. Это не то, что у меня судьба плохая, у меня настроение меняется каждый день. У всех женщин каждый день меняется настроение. А у всех мужчин оно медленно меняется. Вот у женщин быстро меняется каждый день, а у мужчин медленно. Ну тоже меняется каждый день, но медленно. А у женщин быстро, оно скотчет. И это зависит от ее цикла. Допустим, она посчитала 1, 2, 3, 4, 5, там до 28. И записывает, сегодня у меня было такое настроение, завтра такое. В следующий раз, вот 1, 2, 3, 4, 5 до 28, вы увидите такие же колебания настроения. Это ваша связь с Луной так действует. Понятно? Но у всех людей есть такая связь с Луной, что есть 11 день восходящей Луны и 11 день нисходящей. В это время Луна так взаимодействует с Солнцем, что это взаимодействие приносит очень сильное психическое напряжение. И в это время людям лучше не начинать путешествие в 11 день восходящей и нисходящей Луны. И некоторые даже люди постятся на зерновую пищу, потому что зерновая пища сильно связана с Солнцем. Ну у них пост, то есть они постятся. Сейчас в этот день надо больше молиться, меньше заключать деловых отношений, больше связывать себя с Богом и меньше с какими-то делами. Потому что в этот день часто дела рушатся, потому что плохое влияние Луны идет. Это не то, что вам не повезло, просто надо это знать. Также надо знать, что дни недели тоже разные. Например, Луна, этот день недели творческий, в который личные отношения усиливаются очень сильно. Вторник — это волевой день, где можно решение принимать операцию, допустим, хорошо делать по вторникам. Потому что сильная волевая энергия действует в этот день. Среда — это день дружбы, отношений, бизнеса, дел. Вот такой вот. Четверг — это день прорывной. Действует энергия, побеждающая судьбу. Пятница — день наслаждения, расслабления, счастья. Поэтому семью создавать лучше всего в пятницу. А в субботу лучше всего не создавать. Потому что суббота — это день экзаменов, напряжения и мудрости. А у нас ЗАГС открыт в субботу. Все приходите. Свадьба по субботам. Очень молодцы. Хорошее время выбрали. Самый неблагоприятный день для свадьбы. Пятница — день наслаждения, счастья, страсти, как вы говорите. А семейная жизнь означает страсть. Означает счастье, наслаждение. Поэтому надо жениться в пятницу. Воскресенье — это день отношений с Богом. День силы в человеческой жизни. Отдых в данном случае означает отношения с Богом, а не просто расслабух. Итак, смотрите. Если в вашем сердце постоянно напряжение идет, то значит, что у вас идет тяжелый период жизни. Надо больше уделять времени молитве и аскезам. Если вы чувствуете, что у вас остывают отношения с мужем, холод пошел. Это не то, что он козел такой, меня не любит. А просто так действует плохой период. Люди не руководят судьбой, судьба руководит людьми. Наблюдайте за своей судьбой. Смотрите, муж остыл. Больше вкладывайте сил в отношения. Вам в это время не хочется. Вы думаете, гад такой, он меня вообще не любит и на меня не смотрит. А так действует судьба. Он просто, она не дает ему наслаждаться вами. И поэтому он ищет счастье в другом месте. А вам надо, наоборот, вопреки этому влиянию, пытаться в это время больше уделять ему внимания. Судьба, она что делает? Она человека гипнотизирует, понимаете? Допустим, муж перестал на вас обращать внимание. Вы думаете, вот пускай идет куда хочет. А он как раз идет куда хочет в это время. Понимаете, судьба вас гипнотизирует. Вы помогаете ей делать глупости с вашей жизнью. Но надо, вопреки этому желанию, всегда делать. Не потакайте своим желанием, потому что через желание действует судьба. Как ковбоя поймали, привязали к дереву. И он думает, какая же у меня судьба, какая же у судьба. И спрашивает свой внутренний голос, свое сердце. И сердце ему говорит, все будет нормально, у тебя хорошая судьба. Не волнуйся. Он говорит, ну я хочу разобраться. Он говорит, не надо разбираться, внутренний голос. Просто стой, не волнуйся, все будет хорошо. Они про тебя уже забыли. Он говорит, ну я хочу разобраться. Внутренний голос говорит, ну тогда разберись. Что мне делать? Ну вот позови вот индейца с самыми большими перьями. Позвал. Плюнь ему в лицо. Плюнул. Ну вот теперь он говорит, когда же конец, когда же конец. Ну вот теперь конец. Часто мы призываем плохую судьбу своим поведением. У меня был один знакомый, он поругался с женой. И ему мудрый человек говорит, сегодня тебе нельзя и звонить, и с ней выяснять отношения, потому что очень неблагоприятный день, ты можешь разрушить свою семью. И он говорит, ну я не могу не звонить. И взял, позвонил, и перелугался в дрызг, и разрушил. Она говорит, я подаю на развод. Все. На следующий день этот друг его говорит ему, слушай, ты это, сегодня уж точно нельзя с ней говорить. Потому что если ты сегодня поговоришь, тогда она вообще никогда к тебе не вернется. И он говорит, ну я не могу. И поговорил, и она к нему не вернулась. Смешно, но это в жизни, понимаете. Ну то есть мы делаем глупости, потому что нам хочется, желания являются проводниками судьбы. Поэтому самый лучший способ контролировать судьбу, это контролировать свои желания. Попытайтесь это понять. Судьба действует через желание. Всегда человеку хочется не того, чего надо. Это касается в каждого дня нашей жизни. Допустим, всегда хочется поспать подольше, а надо вставать пораньше. Так действует судьба. Она всегда действует на разрушение. Всегда хочется на ночь обожраться, а надо наоборот стараться есть поменьше. Даже есть такой анекдот, Олег Геннадьевич уже спит, можно есть. Но Олег Геннадьевич ничего не меняет, понимаете. У вас есть судьба ваша. Человеку хочется всегда печалиться, а надо терпеть судьбу. Человеку хочется нервничать, а надо терпеть. Человеку хочется выяснять отношения, а надо терпеть. Человеку не хочется извиняться, а надо извиняться. Человеку хочется лечь позже, а надо лечь раньше. Человеку хочется пообедать позже, а надо пообедать раньше. Обед должен быть с 11 до часу, а нам хочется в 3-4 пообедать. Это неправильно. Хочется на ночь посмотреть телевизор, а надо наоборот не смотреть его. Потому что вечером человек должен настроиться на самое хорошее, а не смотреть всякую ерунду. Потому что вечером увеличивается влияние духов на человека. И он ослабеет, человек слабеет. И в это время не надо фильмы ужасов смотреть, и всякие там погони, стрельбу. Потому что в это время вы увеличиваете контакт с духами. И когда вы ложитесь спать, этот контакт с духами остается на всю ночь. Погоня у вас продолжается. Мои лекции, конечно, можно послушать. У меня есть лекции всякие. Детективные иногда. Видите, судьба заставляет человека страдать насильно, а мы должны с помощью знания противостоять этому. Это очень важно понять. Некоторые люди говорят, я свободный человек, что хочу, то и делаю. Если ты что хочешь, то и делаешь, ты раб своей судьбы. Свободный человек — это тот, кто знает, как относиться к своим желаниям. Следует знать, что хорошая судьба действует через спокойные желания, а злая через яркие, жаркие. Ну, допустим, вы решили купить дом. У вас спокойное чувство на сердце, значит, все будет хорошо. Вот этот дом я решил купить, допустим. Если все спокойно, все хорошо, значит, это благоприятно. Если у вас горит сердце, быстрее, 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 срочно покупаем, неблагоприятно. Запомните это всегда, без исключений. И продать тоже, быстрее, быстрее, вот этим пятым-десятым, быстрее продать неблагоприятно. Надо спокойно продавать, потихонечку. И цену достаточно высокую ставить. Не торопитесь с судьбой никогда. Замуж быстрее, быстрее, быстрее неблагоприятно. Спокойно, рассудительно, медленно, благоприятно. То же самое, жениться. Но в туалет надо бежать быстрее, быстрее, быстрее. Это плохая судьба терпеть. То же самое, когда женщина вынашивает ребенка, и не надо думать, когда же рожать. Надо думать, я буду носить столько, сколько надо. То есть не надо торопиться, потому что спешка у ней напрягает матку. И так далее. То есть диагностика судьбы находится в сердце, мои хорошие. Судьбы какой? Настоящей. Вот то, что с вами происходит. Вот в очках, девушка, у вас какой сейчас период жизни? Хороший или плохой? У вас хороший, правильно. А плохой был год назад где-то. Чуть побольше. А у вас рядом вот женщина? У вас, да. А? Кто? Вот на втором ряду вы говорите? Нет, нет, вот вы на втором ряду. У вас хороший или плохой? А? Какой? У вас тяжелый период сейчас идет. Понимаете? Тяжелый. Это в сердце чувствуется. Вы не надо с астрологическими терминами бросаться. Я сейчас вас обучаю слушать сердце. У вас хороший или легкий или тяжелый период, девушка, идет? Да. Да не у вас, на первом ряду вот эта девушка. Тяжелый. А у вас? Хороший, правильно. А у вас? А? Средний. То есть, если вы будете правильно все делать, будет хороший. А у вас какой период идет? А? Тяжелый, связанный со здоровьем. Вот если вы вот так вот, а идет тяжелый, это очень опасно. У вас идет тяжелый период, связанный со здоровьем. Если вы сейчас не будете двигаться, поститься и стоять, то вы тогда будете тяжело болеть. Понимаете? Но вот очень важно в себе это почувствовать. Когда у человека слабость в сердце, чувство недомогания, что как будто я устаю, это значит тяжелый период, связанный со здоровьем. Если человек чувствует, что ему не хватает счастья в отношениях, ему плохо, как бы одиноко, пустота, значит тяжелый период, связанный с отношениями. Если человеку трудно молиться, заниматься духовной практикой, значит тяжелый период, связанный с духовной жизнью. Понимаете? Диагностируйте серьезно свой период, потому что вооружен, побежден, победитель, человек вооружен, должен быть знанием. Нужно диагностировать свой плохой период. Вот здесь эта диагностика в сердце находится. Теперь, женщина, особенно хочу вам сказать, когда вы диагностируете свою судьбу, сначала надо сильно успокоиться. Фактически вы должны знать, что вы должны считать, что не имеет значения хороший или плохой. Потому что многие женщины, они находятся в мнительном состоянии, и в этом мнительном состоянии они придумывают себе кучу всяких проблем. Ну то есть диагностика судьбы означает спокойствие и даже оптимизм. Не просто спокойствие, а оптимизм. Надо считать, что хороший в целом, но очень при этом внимательно смотреть на свое сердце. Чувствуете слабость внутри, значит есть опасность. Понимаете, когда человек боится своей судьбы, он никогда ее не может диагностировать. Особенно если вы приходите всяким цыганкам, бабкам, которые смотрят на вас вот таким взглядом. Запомните этот взгляд. Это значит, что вас точно сглазили, вопрос кто. Смотрит вот так. Потому что ее саму сглазили. Не ходите к таким людям про свою судьбу. Потому что только человек с ясным взглядом, жизнерадостный, оптимистичный, способен вам помочь в вашей судьбе. Если вы приходите к психологу, к астрологу, и у него взгляд такой, знаете, напряженный такой, он смотрит на вас. Это значит, что он вас будет мучить. Не надо его слушать. Потому что помочь в своей судьбе может тот, кто справился с своей судьбой. Приходит человеку ясный взгляд, спокойный взгляд, доброжелательный, жизнерадостный, значит поможет вам в вашей судьбе. Если вы чувствуете, что он вас напрягает, этот человек, не общайтесь по своей судьбе с ним. Он сто процентов вам не поможет, потому что он с собой не справляется. Как может помочь тот, кто с собой не справляется? Человек своим, другим людям может помочь только собой. Если себе помогаешь, значит другим помогаешь. Опасно, да? Я же, как я говорил, опасно, расслабляет. У вас замечательный период сейчас в жизни. Ну, так и есть. И он вас расслабляет. А все хорошо в сердце, да? Вот смотрите, сейчас вот и так действует период. Если действует хороший период, проблемы не отменялись. Просто человек по-другому к ним относится, и поэтому их побеждает. У него появляется сильная вера, что все будет хорошо. Вот, допустим, у девушки хороший период для замужества. У нее в сердце такое чувство возникает, да она точно найдет себе парня. Это значит, что хороший период, и она вот эту силу передает всем парням. Они начинают к ней привлекаться. А плохой период для замужества, она точно чувствует, что не найдет. И очень трудно. Но если человек молится, он пробеждает свою судьбу. И если женщина чувствует, что точно не выйдет замуж, но она сильно молится, у нее меняется ее чувство. И она, наоборот, начинает чувствовать, что выйдет. Но не потому, что судьба хорошая, а потому, что она ее победила. Поэтому нет плохой судьбы в этом мире. Просто есть ленивое сердце. Или сердце, не имеющее знания, что такое духовная жизнь и кто такой Бог. Субтитры создавал DimaTorzok